Добрый день, уважаемые телезрители, вновь на канале Мадония Тарыхтиль, программа про осознание. Меня зовут Джилдис Мамытова, я автор и ведущая этой программы. Сегодня у меня замечательный гость Гульзат Майчинова, научный исследователь, практик, преподаватель. Кроме того, она много лет занимается духовными практиками. И по счастливой случайности совсем недавно прибыла в Кыргызстан из Индии. Гульзат, добрый день. Добрый день. Рада вас приветствовать в нашей студии. Здесь мы рассказываем телезрителям о духовных практиках, о поиске человека себя, об осознании, о сознании. И всегда первый вопрос моим замечательным гостям. Как вообще вы пришли на путь духовного развития? Расскажите немного о себе. Ну, наверное, сегодняшний эфир, он очень такой интересный, происходит в очень такое интересное время. После первого новолуния этого года и перед праздником наурус, да, весеннего равноденствия. В принципе, к духовным практикам, наверное, мы все, мы все как люди являемся как духовными, так и материальными существами. Правильно? Мы состоим из... Тело наше состоит из аминокислот, из углеводов и так далее. Но дух наш состоит из радости, из энергии, из творчества, из счастья. И это все неразделимые составляющие. Поэтому духовные практики, ну, я вот как бы сказать, с самого детства, наверное, нахожусь в этом. Потому что моя бабушка, она была женщиной, которая вообще-то принимала роды. Она сама была как бы... До влады, акушер. Она нигде не училась, это были ее природные способности, которые остались от ее предков, от ее бабушки, дедушки. И она как бы была целительницей, она также исцеляла детей. И, честно сказать, вот у меня была, наверное, очень глубокая связь с моей бабушкой. И она меня все время какими-то травами лечила. В детстве всякие вот какие-то тумары делала мне. Ну, вот говорила всякие слова, там, Умай, неголдосу, нушн, дай бол, андай бол. И вот всякие, честно сказать, с детства у меня было такое состояние, что лекарства на меня не действовали. Вот когда я здесь в городе была, мне нужно было обязательно уехать на природу, в село. И там без никаких лекарств, без ничего я могла вылечиться и естественным образом восстанавливалась. То есть связь глубокая с природой, она была заложена, наверное, бабушкой. И вот с детства у меня было такое, знаете, вот очень глубокая интуиция сама по себе, вот очень хорошо чувствовала. И если что-то было не так, не согласно биологическим ритмам, да, допустим, если неправильно что-то идет, я могла резко заболеть в городе, да, и ничего не помогало. Вот, допустим, температура 38-37 и так далее. И врачи не могут понять, что такое, выписывают кучу лекарств. И родители меня возят в село, а оно у нас недалеко от города, ну, минут 30, вот, Арашан, да. И я там моментально без никаких лекарств, без ничего, у меня бабушка делала алас-алас, вот, ну, вот этими нашими арчами, наверное. И в результате я быстро, ну, начинала бегать через полчаса уже. И вот такое состояние, наверное, это просто... Вот сейчас мы говорим, что есть индиго-дети, есть дети-кристаллы, да, которые рождаются. Наверное, это было такой способностью рожденной, и по линии своих там предков передались вот эти знания. И, соответственно, в то время советское, в котором мы выросли, нам же не показывали или не рассказывали, как расти или что делать, да. А нас в образование в основном отправляли. Конечно, я училась очень хорошо в школе, без никаких сложностей могла понимать очень интересные вещи. Конечно, я была таким, скажем так, гениальным ребенком, закончила школу золотой медали, училась. Ну, вот эти духовные поиски, они всегда были внутри меня, да, поэтому я изучала психологию, я изучала различные практики и так далее. И, ну, наверное, среда, в которой мы выросли, она все равно оставила какой-то внутренний отпечаток. И вот последние годы жизни я вот прожила в Индии. Ну, Индия – это страна духовности, как мы знаем, да, и вот эти мои внутренние вопросы, которые здесь были, я получила очень много ответов там. В Индии? Да. Я напомню нашим телезрителям, что у нас работают телефоны прямого эфира. Вы можете дозвониться по номерам 39 24 14 39 25 50. Наш сегодняшний гость – Кульзат Майчинова. Духовный практик, обладатель нескольких дипломов. Кроме того, она соискатель на степень по политологии. И Кульзат рассказала очень интересную историю о том, что, будучи в советском времени, в ней бабушка, наверное, сохранила и приумножила те знания, да, которые в ней были, передала, можно сказать. И вы знаете, вот тот самый пример людей, человека, который принял свою истинную суть, да, истинную свою сущность, не сопротивляясь вот этим вот процессам, да, законам энергии. Вот расскажите об этом, как себя принять? И вот очень интересный момент вы сказали, что вам многие знания открылись в Индии. Да, ну, принятие себя, это, наверное, в первую очередь, это чувствовать себя своим сердцем, да, ну, следовать зову своей души и следовать своей природе. Вот, честно сказать, Кыргызстан – это страна, ноосферно-активная зона. И нисколько от того, что мы очень хорошо это знаем, всё равно мы по-любому связаны с природой. И природа нам диктует, да, если честно. Вот если мы на Иссыкуле находимся, я думаю, что Иссыкуль, он со всеми разговаривает. Какие-то озарения, какие-то ответы на вопросы всегда получаешь. Я не знаю, вот когда мне было грустно или когда мне было интересно, или просто я хотела какое-то желание, которое внутри сидит, вот в душе. Я просто сидела возле озера и, ну, так, с глубокой такой вот верой или просто внутренней, глубинной, глубинными чувствами разговаривала с озером, и озеро мне отвечало. Да, я помню, когда в 2016 году, что ли, я поехала в августе на Иссыкуль, и мне почему-то хотелось на игры кочевников попасть. Да, я не знаю, просто у меня было такое желание, это был конец августа. И я посмотрела, вот я уезжаю из Иссыкуля и сказала, так хочу быть на играх кочевников, и уехала. И вот через день мне звонит 4 часа утра, ну, вот одна девушка говорит, вот нам срочно нужны переводчики с английского на кыргызский, на русский, чтобы, ну, сопровождать наших дипломатических гостей из этого, из других стран, и принимать на играх кочевников. То есть, смотрите, озеро как-то само по себе ответило мне и пригласило, да, чтобы я приняла участие. То есть наша природа, она сама с нами разговаривает. И, в принципе, это заложено в каждом ребенке. Они же это очень хорошо чувствуют. Мы просто ее вот этими нашими логическими умозаключениями, стереотипами, поведениями закрываем. На самом деле, если мы оставим человека на связи с природой, то он, я думаю, легко будет это понимать. Особенно сейчас, вот после 2000-х годов, начали рождаться дети-кристаллы, да, у которых очень чистое осознание, кристальное осознание. И вот эти энергии, они у нас внутри, и нам просто нужно быть на природе. Вот эта глубинная тишина, она же приходит естественным образом, когда мы на природе. Даже, ладно, если мы не выезжаем в горы, не знаю, когда вот иду по парку Эркиндик, вот полностью вот эти деревья, у меня сразу состояние умиротворения происходит. Такое же состояние у меня было в Индии, когда мы проходили вот такой ретрит был вокруг горы. Это очень священная гора, священное место, где впервые бог Шива вступил на землю и решил, что он будет жить на земле. И вот это место он выбрал, да. И вот там я вот эту тишину поймала, да, глубинную тишину, состояние глубокой тишины. И я поняла, что это естественное наше состояние в Кыргызстане происходит, как дамы в горах. То есть в любых горах, не обязательно быть в практиках. А потом я говорю, ну это же естественное состояние для того, чтобы это словить, не нужно обязательно быть в практике. Как нам повезло. Гудзиада, режиссер сообщает, что у нас есть телефонный звонок, мы, наверное, его примем. Добрый день. Здравствуйте. К сожалению, дождались. То есть, смотрите, то, что мы более 90% в территории Кыргызстана, это горная местность, нам это повезло. Это естественное место ретритов. То есть не обязательно выезжать. Да, не обязательно, потому что у нас сама природа, у нас сама мосферно-активная зона. И здесь невозможно, скажем так, быть чересчур богатыми. Либо это, ну как бы, каким-то боком выйдет, да. Невозможно чересчур нарушать вот этот закон баланса природа, потому что мы находимся, вот самый пик, да, у нас в Тенгри. Это же высокий пик в мире, один из самых высочайших пиков в мире. И вот это тенгрианство, которое мы несём в себе, наш дух, да, дух тенгрианства, дух равновесия, это и есть наша основа, это наша суть, наша кыргызская вот эта энергия, которую мы транслируем через нашу природу, через город. Давайте вернёмся, такой интересный момент, опять дозвонился телезритель. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Слушаем вас. Я в Тишкека. Алло. Да, да, да. Здравствуйте, конечно, я вас позвоню с вашими праздниками. Не слышно. Не слышно. Да. К сожалению, не слышно было дозвониться. Вы сказали, что самая высокая гора Танте-Энгри. Танте-Энгри. И пик. Пик. Пик наш находится на территории Кыргызстана, да? Пик горной системы. Да, и получается, что мы очень близко находимся к небу. И вот эти знания неба, они через нас идут. Вот говорят же, что Кыргызстан — это Аруэль. Вот в чём смысл Аруэль? Это просто те, которые несут божественные знания, да? Вот если взять энергию, то из чего состоит этот свет, эта энергия? Божественный свет, божественная любовь и божественная сила. Вот эта Аруну, чистота, ну как переводится же как чистота, она в нас заложена внутри. И мы вот этот чистый свет, чистое осознание несущие люди, в принципе. Потому что если посмотреть Кыргызстан, с одной стороны это наши горы, да, наши хребты, помиралайские хребты, а с другой стороны это Гималайи, почему в Индии, в Гималайи находятся все, ну, наиболее просветлённые мастера, индийские йоги и вот духовные практики, ну, священные места Гималайи. И с этой стороны это наша территория. То есть мы на одной зоне, где, как бы, зарождалась жизнь на земле. И вот в Индии есть то, что сам народ, вот есть же большая медведица, да, в плане, ну, как бы звезда, большая медведица. И семь риши, они говорят, мы произошли от семь риши. Риши — это святые люди, которые жили высоко в горах. И когда происходит обновление человечества, обновление, вот новая жизнь, начинается новая эпоха, вот эти семь святых, семь риши спускаются на землю и, ну, как бы, начинают жить обычной жизнью. И дальше уже начинает род человеческий развиваться. Ну, так получается, что у нас тоже мы находимся на этой же, как бы, геоклиматической зоне. И, соответственно, эти же люди у нас, кыргызча, мы говорим, Шамбала, да, Нурхыс. Это то же самое, что они говорят в этих книгах. То есть вот те знания, которые у нас в Кыргызстане есть, в подсознании нашем, в индийских ведах, они описаны и рассказаны. И вот я получила, как бы, ответы на свои внутренние вопросы в этих древних книгах в Индии. Вот действительно, Аруэль, да, это Арии, да? И то, что вы сказали, действительно, мы кыргызы очень такие, наверное, ну, великий народ, древний народ. Мне как-то вот сестра отца рассказывала, как они купались в озере. Вот сейчас, да, мы видим, да, отношение к озеру и состояние озера. Она рассказывала, их с детства учили к тому, что они принимали баню, они мылись перед тем, как окунуться в озеро. И, как вы сказали, действительно, был такой очень высокий контакт с озером перед тем, как оно считалось святым для нас, да, для старых кыргызов того поколения, которое ушло. Оно считалось святым и оно считалось говорящим, да. И мы не могли, вот такой спорт, ну, как это, вот такое очищение, да, причищение было, не просто купание, да, вот такой контакт. И озеро, это же информация, это вода. Вода это и есть хранитель этой той информации, которая помнит все, да, процессы, которые когда-либо были на ее территории. И вы как-то до эфира сказали, что наше озеро – третий глаз планеты. Расскажите об этом. Ну, если посмотреть с космоса, она же так и, ну, как бы показывается же, вот, вокруг озера горы. Если ее посмотреть сверху, то она прям так и рисуется, как третий глаз планеты. Почему так? Ну, это действительно так, потому что через Иссык-Куль сейчас идет, скажем так, как разворачивание новой эпохи, новой эры, новой информации. Вот, если Индия – это, как бы, источник духовных знаний прошлого, да, то Иссык-Куль – это новая эпоха, новые знания. И вся новая информация, она оттуда идет и разворачивается на новый мир. Поэтому у Кыргызстана есть очень, как бы, сильная духовная миссия в этом веке, в этом тысячелетии, да. Но я думаю, что нам нужно просто прийти к своим истокам и правильно, как бы, интерпретировать те информации, те знания, которые к нам приходят и разворачиваются. Иссык-Куль – это озеро, которое разговаривает, оно действительно дает знания и дает знания новой эпохи, новой эры, нового тысячелетия. Почему Кыргызстан, ну, как бы, имеет свое новое, как бы, несущее новое знание? Потому что все-таки мы, во-первых, находимся на сферно-активной зоне. Иссык-Куль – это планетарное озеро, планетарное око его называют, и через нее, как бы, спускается информация новой эпохи. И Кыргызы – это все-таки люди, которые несут в себе равновесие. Тенгер-челик – это означает равновесие женского и мужского начала. И мы, в принципе, несущие в себе это равновесие люди. А это эпоха, которая разворачивается, это эпоха союза гармоничного женского и мужского начала. То есть я думаю, что у нашего народа есть такая вот хорошая духовная миссия, которую нам надо нести, ну, с гордо поднятой головой, да? Как нам понять? Вы видите, какие процессы происходят в нашей стране? К сожалению, мы, наверное, очень далеко ушли от наших истоков. И если такая планетарная задача возлагается на наш этнос, да, кто так говорит, это не этнос, а концепция, как пробудить кыргызстанцев? Ну, пробуждение, я думаю, что оно и так идет по-любому, да? Все-таки, если взять из всех стран бывшего Советского Союза, больше всех катаклизмов, революций, политических каких-то изменений, режимов, систем, конституции и всевозможных политических обновшеств произошло, наверное, в нашей стране больше всего, да? Если так посмотреть, и даже не в Казахстане, не в Узбекистане, и если даже посмотреть этот центрально-азиатский регион, то у нас больше всего изменений. Почему? Потому что сама природа, она нас к этому, он как бы подталкивает. И люди просто внутренне ощущают где-то несправедливость, да, потому что у нас у кыргызов есть вот это качество. Если мы чувствуем, что что-то не так, что-то несправедливо, нечестно, то мы все равно за эту честность и за чистоту будем бороться. Получается, что внутри заложенное качество нам не дает спать спокойно. Да, наш код АРУ. Да, наш код Чистота, АРУЛУК. И это то, что мы в любом случае будем нести, несмотря ни на что. Это может быть против системы, это может быть против устоев, это может быть против каких-то там уже законов, нормативных актов. Но если это не Чистота, если это не АРУЛУК, то мы все равно будем внутри противостоять генетический код, наверное, кыргызов. Поэтому эти катаклизмы, они будут происходить, но я думаю, что в конечном итоге есть свет. Мы же к свету идем, надо верить в хорошее. Ну, я вот как приехала, я могу, ну, как бы я ощутила, что сам настрой у людей, вот как же, как говорят, пейли, у людей изменился, он стал более таким, знаете, сострадающим, много милосердия, много взаимопомощи. Вот у простого народа этого много у нас. То есть в результате катаклизмов люди стали мягче? Более мягче, более как бы сострадательными, и взаимопомощи очень много. Это чувствуется везде, это вот даже просто таксисты, или там обслуживающий персонал, или те люди, которых ты совершенно не знаешь, вот они помогают тебе. Ну, конечно, в политической элите еще происходят определенные процессы, но я думаю, что дух наших предков, он все равно не даст тому, чтобы мы остановились на каких-то негативных сторонах. Потому что если мы будем в глубокой связи с своей природой, то она все равно нам поможет. И вот когда мне говорили, что вот приезжает российский президент, или там Китай, вот это всегда, да, конечно, у нас есть очень большие трудности, очень большие вызовы для нашей экономики, для нашей системы. Но мне кажется, что общими усилиями мы все равно сможем сделать прорыв. Я в это верю. Знаете, до эфира вы говорили о том, что о прочтении вами эпоса «Монас», раз мы говорили о более таких вещах сакральных, первое, это, конечно, озеро, да, «Монас», которое есть в Индии, и то, какие инсайты вам пришли, и об вашей работе по, наверное, съемкам фильма, да, беспрецедентного фильма, эпического, это больше, чем фильм, как вы сказали. И в нашей стране такие разговоры идут, но они идут всегда. При любом правителе у нас идут фильм, надо снять фильм, но как бы дальше этого не уходит. Расскажите вот об этом, об озере, почему вдруг в Индии появилось озеро Монас, и как переводится санскрита и об этом фильме? Ну, вы знаете, что Монас с древнего санскрита переводится как «высший разум». Монас, да, и в Индии высоко, в горах, в Кималаях есть озеро Монасарвар, и это самое священное озеро, там туда очень тяжело добраться, в принципе, это очень высоко, и самое чистое, самое, ну, как бы, святое озеро у них, куда приезжают для того, чтобы полностью очиститься, ну, вот очистить свое сознание, да. Когда я показала нашу книгу Монас, он, в принципе, нашим посольством при поддержке профессора университета Джамахарлал Неру, он лингвист, индолог, он перевел наш Монас на хинди, язык хинди, и вот этот перевод книги мне наше посольство передало для того, чтобы я провела как бы научно-практическую конференцию совместно с индийскими учеными, и мы с профессором из университета Османия хотели провести Монас и Махабхарата, то есть сравнительный анализ вот двух эпических, ну, выдающихся произведений. Это научная работа. Да, это научные, научно-исследовательские проекты, и мы хотели провести вот такую конференцию, и вот эту книгу я как бы стала показывать и научным деятелям, и культурным деятелям Индии. И мне, ну, как бы пришло, что Монас — это вот высший разум, это чистота сознания, и в Монасе самый пик — это то, что мы показываем чистоту любви, и вот эту силу, наверное, нам нужно, как бы как наша страна, несущая вот этот свет, вот эту чистоту, было бы хорошо снять такой духовный фильм о любви Монаса и Канакей, о Монасе и вот о духовности вообще вот этого произведения. И моим, как бы, предложением заинтересовался индийский режиссёр Чандра Шикар, и он, посмотрев вот перевод на хинди Монаса, а также прочитав текст, он сразу сказал, что вообще очень высокие вибрации, это очень духовное такое вот, духовное произведение, духовная сила там чувствуется. Он сейчас занимается съёмками фильма «Иисус», и хотел бы, и он очень сильно заинтересовался, и хотел бы приехать в Кыргызстан для того, чтобы снять фильм о Монасе. Он посмотрел фильм «Курманджан Датка», он посмотрел фильм «Саяк Пай», и его очень сильно вот тронула наша природа. Вот когда он смотрел фильм «Курманджан», и его прям, он прям как режиссёр посмотрел, какие вот красивые, шикарные кадры именно природы, и вот наши кони, лошади, это его так взволновало. А потом он смотрел вот эпизод, как встреча Монаса и Канакей, как она увидела его во сне, как она увидела его глаза во сне, и у него прям сразу он сказал, что этот фильм должен быть очень, во-первых, духовно сильным, его не могут снимать просто обычные режиссёры, и во-вторых, это должен быть очень дорогим фильмом, больше, чем там кассовые фильмы Голливуда, Мэла Гипсена или и так далее, то есть, потому что, ну, такого качества, такого уровня, как бы, такой силы, духовная сила, она должна быть, ну, как бы, очень дорогой, да, то есть и фильм, и съёмки, и он был заинтересован приехать в Кыргызстан, потому что сказал, что я бы хотела бы выбрать главных героев, героинь для этого фильма, кыргызских актёров, актрис, и вообще хотел бы сотрудничать с кыргызскими режиссёрами, и, ну, если наше правительство поддержит такое, ну, как бы, начинание, то у него такая вот прям, знаете, вот внутреннее желание было снять такой фильм о Монахе, художественно-исторический, духовный такой проект, и я помню, что я написала письмо Владимиру Путину в конце ноября прошлого года, потому что я думаю, что у России тоже есть духовная миссия, и духовная миссия в создании мира во всём мире, не войны, а именно мира, и вот, ну, предложила сделать такой проект Кыргызстан, Индия и Россия, а научно-исследовательский духовный проект Аманаси. Ответ есть? Да, я получила письмо от администрации президента Путина, они предложили участвовать в конкурсе национальных фильмов, которые делаются, Ленфильм, Мосфильм, у них есть, оказывается, там государственные, ну, как бы, органы, которые рассматривают из разных стран, если, говорят, вы подойдите от своей страны совместно с российскими киноматографистами, то, возможно, можно участвовать в каком-то, ну, ряд конкурсов, ряд организаций, они прям выслали целый список с подписью, как бы, администрации президента России. Ну, это такое начинание, мне кажется, и будем надеяться, что этот проект осуществится, потому что самые на сегодняшний день эпические фильмы – это Мэл Гибсона, Иисус и Апокалипсис. Если выдающийся индийский режиссер сказал, что это будет что-то больше фильма и больше Голливуда, ну, остается нам действительно пожелать вам удачи и всем нам, наверное, настроиться так, чтобы действительно этот проект осуществился, потому что он имеет, вообще фильмы, они имеют такую же историческую, воспитательную, идеологическую функцию. Хотелось бы, чтобы вот этим проектом, да, этим фильмом мы заявили, наверное, о себе, о том наследии, монасты, да, высший разум, как вы сказали, всему миру, и, может быть, он и будет тем самым импульсом и толчком для преобразования. Вот вы действительно очень хорошо меня поняли, потому что мы несущие вот эту чистоту сознания, чистоту любви, и через вот такой фильм мы могли бы действительно поднять вот эти вибрации мира и показать, какой она может быть, и это уже есть, потому что, ну, в каждом из нас же дух Манаса же есть, и даже если мы не все глубоко ее раскрываем, но все равно, когда читают Манаса, у нас в душе прям, ну, не знаю, у меня вот с детства я не понимала, когда я была маленькая, у нас дома у дедушки, бабушки была книга Манаса, я просто ее смотрела, эти картинки, я не понимала это, ну, 5 лет, мне 4 года. Вот картинка Манаса, и Канакей, вот эта, Саякбая Каралаева, Саякбая Розбакова у нас версия была. Я просто их смотрела, и они у меня, оказывается, в душе просто засели, и я их в школе, когда уже начали изучать, ну, я ее ощущала очень глубоко, и они со мной разговаривали, да, ну, получается, как-то по-своему показывая это. И потом, если Манас передавался из уста в уста, без никакой письменности, то у кыргызов есть феноменальная память, да, которую мы, в принципе, ну, немножко утеряли. Значит, мы люди, которые несут вот эту феноменальную память, то есть мы хорошо должны запоминать это. И вот эти наши акыны, они же тоже несущие информацию, они ловят эту информацию и на ходу же, ну, как бы рассказывают, прям. Вот мы к этим вещам относимся как-то очень странно, но с точки зрения науки, с точки зрения настоящей современности, вот, допустим, если взять Америку, да, у них есть университет, Стэнфордский университет, они изучают именно осознанные сновидения. Вот у нас же у кыргызов, мы же говорим, мы получили АЯН, и мы как бы к этому относимся скептически, правильно? Мы говорим, что, ну, АЯН, там, еще чего-то. А в Америке это системно поставлено, это Стэнфордский университет, который разрабатывает именно научные исследования, и на основе вот этих осознанных сновидений эти научные исследования отправляются в Принстонский университет, в Гарвард, а Гарвардский университет создаёт политику, отправляет политику в Пентагон, и через Пентагон это осуществляется американским правительством, и через Голливуд осуществляется в виде фильмов. То есть наши АЯНы, мы как бы сами себя, ну, мы, наверное, очень скромный народ, и обесцениваем себя, да, и не понимаем, что на самом деле системность вот этих знаний, получение вот этой информации, чистота, глубина, уже в мире научно-то ставится, и они же на основе этих полученных информаций создают целую политику мира же, не только же одного государства, правильно? Значит, нам надо тоже как-то её систематизировать, обращать на это внимание и, может быть, давать глубинное другое образование тем детям, потому что дети сейчас очень развитые, другое образование. И те вот эти получающие информацию людей как-то уметь согласно нового мировоззрения интерпретировать. Образование — это вообще боль, потому что дети, которые настолько переросли, можно сказать, и родители, и своих педагогов, как давать им то, в чём они нуждаются? И хотела про вашу индийскую школу поговорить. Режиссёр сообщает, есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень прекрасный. Услышали только «очень прекрасный». Спасибо. Вот про образование. Подождите, ещё звонок. Слушаем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот телевизор смотрю. Да. Очень приятно. Духовная эволюция. Да. Слушаем вас. Тему нашего эфира. Мне кажется, без природной эволюции духовную эволюцию рано торгаться. Согласна с вами. Это комментарий, да? Спасибо. Без природной эволюции. Ну, согласна, конечно, потому что мы все часть природы. Мы, особенно мы, кочевники, да, несущие вот эти, скажем так, вот у нас, у Каргыза уже нет такого, чтобы чересчур лишнее было. Почему? Потому что мы же внутри дух кочевников, несущие вот это вот всё необходимое. И мы кочевали из места места и выбирали места тоже не просто так. Это было же тоже с глубокой связью с природой. И я согласна с нашим телезрителем. Природа, она всегда в нас, потому что мы и состоим из пяти элементов. Воздух, вода, земля, огонь, металл. Эфир. Эфир. То есть это и есть наша составляющая. И когда мы уходим, мы тоже разлагаемся, и всё наше тело передаётся опять-таки природе. То есть это и есть наша суть, это основа. Это цикл. И, соответственно, конечно, духовная эволюция и природная эволюция, они, ну, как бы вместе идущие. Потому что природа – это Вселенная, это космос, это просто одно, это всевышний разум, да? Да. А ещё один телефонный звонок сообщает режиссёр. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ещё раз здравствуйте. Слушаем вас. А, наверное, я продолжаю. Говорите. Слушаем. Вот, вот, Кыргызы жили, Кыргызы жили, Кыргызы жили и живут на Алтае и Тяйшане. У нас же вся культура, у нас культура вся, вот, духовная культура, материальная культура, всё связано с... Гаранди. Согласна. Согласна. Горы определяют всё, мне кажется. Да. Да. Спасибо, Байки. Ещё один телефонный звонок, слушаем вас. Приветствую вас, я хотела бы поблагодарить вас за эту передачу, я хотела бы сказать, что эта передача на данный момент очень актуальна, очень нужна, практически жизненно необходима. Сказала, хотела бы сказать, выразить огромную благодарность вашей гости, вот, за её проделанный труд, пожелать всё самого лучшего. И, пользуясь случаем, если вы не будете против, я бы хотела пригласить телезрителей и всех, кому интересно, в эту среду, 17 марта, в Национальный музей изобразительных искусств имени Габара Итиева, к 15.00. Там ожидается лекция на тему Код Манаса. Спасибо, спасибо большое. Ну, Байки сказал о том, что у нас природа, высокогорье. Природа, да. Вот, действительно, то, что вы сказали, он подтвердил. И второе, была благодарность от телезрителей. Спасибо большое. Ну, вообще-то, вот, телезритель, который первый сказал, что мы связаны с горами, это действительно так. И я вот говорю, что есть закон гор. И по закону гор любой человек, который совершил что-то неправильное, не, ну, как бы, разрушающее наши горы, нашу систему, ноу-сферу, он всё равно получает ответ. И, соответственно... Закон и гор. Закон и гор. Вот, когда мне что-то внутри не нравится, я всегда говорю, да, по закону гор в любом случае получишь ответ, и в любом случае какой-то, ну, как бы, ну, будет, да, от природы для тебя по заслугам. Так что я думаю, что наши горы, они всегда нас сохраняют, защищают и охраняют, и дают развитие, и рост, и не дают просто так уйти тем, кто что-то делает не так. Пусть наши горы не падают. Да, пусть наши горы не падают. Гульяда, вот, перед тем, как мы ушли на перерыв, связанный с телефонными звонками, мы начали говорить об образовании. И, насколько я знаю, у вас есть такой замечательный проект, связанный именно с совместным проектом, да, образовательным. Скажите об этом. Ну, я нахожусь в Индии именно по докторатуре, я там занимаюсь, как бы, докторской диссертацией на тему образования молодёжи Кыргызстана и Индии и развития образовательных программ. И совместно с индийскими IT-специалистами мы создали, ну, как бы, платформу образовательную, Planet School называется, для детей Кыргызстана и Индии, и Кыргызско-индийскую школу мы хотели создать. И уже на базе 29-й школы гимназии сделали определенные, как бы, первые шаги. Там мы рассматриваем ребёнка... 29-й? 29-й школа-гимназия города Бишкек. Ну, мы проделали серии онлайн-уроков вместе с кыргызско-индийскими детьми, провели IT-курсы для кыргызских детей, провели курсы английского языка наших кыргызских учителей для индийских детей, провели ряд индийско-кыргызско-культурных мероприятий и планировали поездку кыргызских детей в эти школы в Индии, и также индийских школьников в Кыргызстан. Это уже было запланировано на апрель 2020 года, но, к сожалению, вот ситуация так сложилась, что мы не смогли отвезти детей и привезти их тоже. Ну, я думаю, что мы это продолжим. Ну, знаете, в чем особенность? Так как я все-таки преподаватель, учитель по своему призванию, и я очень глубоко интересуюсь детьми, которые сейчас у нас как бы все больше и больше рождаются новых детей, новой эпохи, новой эры, и к ним нужен немножко другой подход, немножко другое образование, и они очень быстро растут, и те вопросы, которые они задают, они иногда, ну, не все учителя, не все родители могут ответить на них. И там, в этой нашей платформе мы разработали так, что, во-первых, это как бы дата рождения, потому что в Индии очень глубоко, хорошо знают именно астрологию. И согласно астрологии они могут уже определить, какие есть особенности у ребенка и какие таланты заложены в нем, и что можно сделать, ну, что будет правильно для него развитие, да. И даже периоды жизни, вот что интересно мне, когда рассказывали про меня, вот мое прошлое, мое будущее, когда я встретилась с этим ведическим астрологом, я сказала, что я приехала в Индию по научным своим проектам, он улыбнулся, сказал, что на самом деле ты приехала за духовными знаниями. И как бы, то есть, в первую очередь, это как по дате рождения уже можно определить, какие будут особенности, способности у человека, какие таланты, и кроме этого уже направление давать для того, чтобы он рос в этой сфере, в этой среде и в этой культуре. Потому что мы с этой платформой Planet School хотим создать такую возможность, чтобы дети могли общаться с другими похожими на себя детьми не только в Кыргызстане, но и по всему миру. Потому что платформа работает на Индию, там более 75 тысяч школ, и там более где-то миллиона пользователей, и это только Индия. Ну, кроме этого, еще другие страны, то есть наши школьники могут найти своих сверстников, таких же, как они, в других странах, и по своим интересам развиваться. То есть, допустим, если бы мне в детстве дали бы такое направление, возможно, к 20 годам я уже была, может быть, просветленным мастером, да, но я думаю, что этим детям нужно будет давать в первую очередь знание о своей природе, знание гармонии, целостности, раскрытие своей души, следуя своей душе, они должны расти не так, чтобы по стереотипу. То есть нет закона успеха, успеха социального, есть законы души, есть законы внутренней целостности с собой, с гармонией с собой и с миром, да. И вот эта целостность, она раскрывается, она раскрывается очень интересно, она может у кого-то идти через музыку, может у кого-то идти через писательство, как у меня, допустим, я могу писать, просто так вот сидеть и писать, не останавливаясь. Это получается писательство в потоке сознания, да. Или же могу просто иногда видеть определенные вещи, которые происходят, а потом через некоторое время она разворачивается, то есть что это означало. Ясновидение. Такие моменты, они с детства были заложены, и их нужно было раскрывать. А в Индии они очень интересно рассматривают все эти ситуации, и детей, ну как бы одаренных, они буквально есть специальные тренинги, которые раскрывают их интуицию, развивают их способности. Вот даже ясновидение, вот есть школа Шри Шри Рави Шанкара, это очень высокий просветленный мастер в Индии, он делает специальные обучающие программы для детей. В течение недели дети могут уже читать без, ну, с закрытыми глазами, могут определять какие-то там события и так далее. То есть он раскрывает их интуицию, внутреннее видение и связь с собой. За неделю. За неделю. Нам нужно это знать. Есть такие программы, но он не дает его взрослым людям, потому что это глубокое. Уже закоренело все. Закоренело, он дает это именно детям с маленького возраста до где-то 12-15 лет, потому что до этого времени человек, ну, как бы ребенок он чистый. И я с этим согласна, и поэтому, ну, я как эксперт, который изучил именно талант менеджмент, да, то есть раскрытие талантов детей, для меня это очень важно и интересно. И я бы, ну, я с удовольствием с этим буду заниматься нашими кыргызскими детьми, потому что кыргызские дети, они, я думаю, что одаренные, их просто нужно правильно раскрыть. Согласна с вами. Пусть этот проект тоже осуществится, он действительно нам очень необходим, так как каждый родитель, наверное, видит, что дети современного поколения, они отличаются. Они настолько отличаются от нас, ну, и при этом мы видим, какая у них чистота и удивленность. И те проблемы, которые нам кажутся очень глобальными, для них они вызывают улыбку. И тот индийский мальчик, которому в этом году 14, да, который сейчас известен всему миру своими предсказаниями, тем же ковидом, который он предсказал. Вот этим, наверное, и связан, да, частый феномен именно вот такого, да, планетарных, наверное, видений, да, у детей. И хочется, чтобы и наши дети, да, они находили, шли к себе. Вот вы до передачи очень хорошую вещь сказали, что проблема Кыргызстана в том, что мы отошли от своей природной, как бы я выше сказал, миссии и своей природной сути. Ну, природная чистота, природная суть, природа наша все-таки, скажем так, древние наши истоки, они связаны с нашим духом кочевников, духом предков. У нас все-таки есть такое, что мы никогда не говорим, что вот материальный мир, он как бы отрезан от постороннего мира. Это у нас заложено. Каибды, мы всегда говорим, да, что Арбахтар, мы всегда говорим. Это же в детстве же, ну, как бы, нас к этому уже... Мы эти знания имели, но немножко вот в советский период дал другое осознание. Конечно, у нас нравственные ценности, чистота осталась, но вот если бы духовные знания к этому были бы добавлены, наверное, мы были бы очень высокой расой действительно нового тысячелетия. Поэтому те знания, которые у нас есть, заложены, то, что было внутри у кыргызов, я получила, я же говорю, что очень многие индийские практики, они очень похожи на наши кыргызские. Вот, допустим, кыргыза делает шам, да, дома бабушки наши, Арча делает. Вот это все, почему это делается, ну, я ответы получила в этих индийских книгах. Вот, допустим, в Индии, ну, самый сейчас наиболее, как бы, просветленный мастер Индии Шри Шри Рави Шанкар, он делал во время ковида, и у них есть такая, ну, как бы, большая ягья, да, это вот большой, как бы, по-кыргызски называется шам, да, от, уму от, мы же говорим. И вот, когда был самый пик ковида, он проделал вот эту практику духовную, на протяжении 40 дней он сидел в медитациях и проводил медитации для всей Индии, для всей планеты. И есть научно-исследовательские доказательства, как после того, как он провел вот это ягья, через определенный период времени резко пошел спад низковид, ну, вот, заражение по Индии. И он говорит, что духовность без науки — это не духовность, то есть мы делаем свои опыты, и наука просто это доказывает или, ну, как бы, объясняет, да, то есть научное объяснение. Поэтому все его вот эти духовные практики, они научно обоснованы. Я еще рассказывала про технику Сударшан Крия, это техника, которая, ну, дает глубокое соединение со своей сутью, то есть она приводит тебя к своему центру. Это просто практика дыхания, буквально на минут 10-20 минут делаешь это, да, это дыхательные практики, и в течение всего дня вообще у тебя состояние центрированности, ну, ты находишься в состоянии центрированности, да. И потом у нас в Кыргызстане тоже есть места, свои места, да, вот, допустим, мы говорим, что система чакр, первая чакра, вторая чакра, у нас в Кыргызстане есть вот места, сказка, да, вот это первая чакра, там озеро Иссыкуль, там шестая чакра, там сердце, вот там еще. Вот такие же места на Иссыкуле тоже есть, там та же Махал, это четвертая чакра, первая чакра, это еще одно место, и вот по таким местам мне, как бы, посчастливилось, наверное, побыть совместно с мастерами. Само место начинает звать, у крызов тоже так говорят, из-за чакра, да, правильно? Вот это и есть, как бы, наша связь вот этих культур, как бы, древние знания, древние арийские, как бы, истоки, которые мы, возможно, не записали это, а они записали. Потому что веды, это вот те записанные, а яны, да, получается, осталось всего четыре веды, но во всех этих ведических знаниях, то, что они получали, они писали, а мы, как бы, сохранили это в опыте Манаса. У нас же, мы же запоминаем. Да, да, у нас феноменальная память, мы запомнили и передали ее через Манаса, они это все записали. То есть, я думаю, что вот эти наши практики, даже делала, как бы, свой эксперимент, поскольку я исследователь, наши кыргызские, узбекские и другие страны, когда изучали вот эту технику Судар-Шакрия, дыхательная практика, насколько она действует на наших кыргызских, просто, ну, обычных людей, и как она действует на узбекских или на индийских. И я видела, что осознанность кыргызских наших девушек резко возрастала после того, как они делали эту практику, и сразу приходят вот эти ответы, да, то есть, получается, потому что у нас все равно вот эта чистота связи есть, наверное, немножко нужно, как бы, практиковать же, все равно это нужно системные, ну, как бы, системные духовные практики. Если у них, у индусов йога, медитация, это у них заложено, там, по пять тысяч человек могут медитировать в один момент, просто, и все прям действительно уходят, и хоть маленькие, хоть взрослые, да. У нас еще таких практик, допустим, рассказывание Манаса или, там, делание Шама совместного, От, Лота же пока еще нету, то есть, это система... Вот, и вот эти практики, они усиливают нашу связь с природой и просто гармонизируют и балансируют. А у них каждый день, он делается определенные хома, пуджа, и вот эти хома, пуджа, ну, как бы, ягья, они помогают именно сгармонизироваться с биоритмами природы. И, соответственно, человек становится сам по себе, ну, центрированным. Спасибо большое. Действительно, совсем недавно у них был праздник. Махай, Шеваратры. Да, в честь весеннего новолуния, и мы заметили, что Садгуру, по-моему, выступал, и мы видели, сколько людей было собрано. Я, конечно же, через день-два смотрела на статистику ковиды Индии, да, чисто любопытство, да, и, вы знаете, не было такого всплеска. То есть, мы видели, что люди праздновали, это самый главный праздник, да, в индусской практике, это именно этот праздник, да, его принятие, воспевание, и всю ночь люди молились, да, на благо. Сопровождалось это всё с танцами, песнями, и мы видели праздник в лицах людей. И удивительно, что такое тесное, как бы, соприкосновение у людей, не было социальной дистанции и не было всплесков. Вот удивительная связь, да. Потому что, вот смотрите, когда мы делаем наш шам, да, или улу-от, мы же тоже приглашаем наших духов, наших предков, чтобы они нас благословили, защитили. А вот воспевание, период ягия, период вот таких вот сильных энергетических дней, проходят вот такие хома, как они называют, ну, это по-каргызски, я так и говорю, шам, да. Вот в этот момент они приглашают всех, всех покровителей, покровителей, духов, предков. Не зря же у них есть специально обученные для этого священнослужители, да, они их с детства обучают. Вот они со школы, даже не со школы, а с маленьких лет, вот как астрологи им сказали, что для тебя, ну, как бы, будет хорошо заниматься этим. И они это изучают с глубокого детства. Я, у меня просто по диссертации, меня мой руководитель отправил жить в ашрамы, в храмы, и я буквально изучала это, как у них это происходит. И вот детей буквально с детства обучают, там, определенных детей, потому что мы знаем, что есть в Индии кастовая система, да, брахман, брамины, там, кшатри, шудры и торговцы, да. То есть вот эта система распределения, она тоже неспроста. То есть есть брамины, которые, они с детства несущие миссию именно духовных знаний, и их с детства обучают этому. И они это несут из поколения в поколение. Есть те, которые занимаются именно безопасностью, управлением, государством, менеджментом. Это из поколения в поколение передается эти знания, и они это несут. Торговцы тоже, то есть у них вот эта система, каст, та система, которую мы знаем, это английская система, неправильно их распределила специально для того, чтобы убрать их духовность. На самом деле... Твой путь, сразу определен твой путь. Да, с детства, как он, ну, как бы родовая линия, и по родовой линии, даже когда они заказывают вот эти гороскопы, они спрашивают, из какого вы Риши произошли. То есть из тех семи Риши, из которых шли, я говорю, ну, я не знаю, из какого Риши мы произошли, но они это знают. И, соответственно, они даже, ну, как бы близкое родство не допускают. То есть вот эти древние знания, это все расписано, и уже ребенка, когда он даже не родился, еще не успел родиться, они проводят эти ритуалы, когда приглашают душу ребенка и начинают молиться вместе с семьей, даже с родственниками, чтобы пришла светлая душа, чистая душа. И для этого специальные мантры есть, и как приглашать ее, как это делать, и они обходят все эти святые места, прежде чем ребенок появился вообще на, ну, как бы на плотном плане, они это делают. То есть специальные есть методики, техники приглашения души ребенка. И когда они отправляют нашего человека в другой мир, это тоже не просто там Куран, Охутубки, Эльды там и так далее, они делают это, ну, чтобы душа быстрее обрела свет, чтобы поднялась к свету. То есть у нас очень много, ну, как бы, похожести, схожести, те знания, которые у нас внутри сидят, ответы можно получить в этих древних книгах, которые уже написаны, почему это так, ну, происходит в этих книгах, и есть все. Кузяда, спасибо большое за ваш труд. Джессер сообщает, что у нас осталось две минуты, и я хотела, чтобы вы могли обратиться нашим телезрителям, какие-то свои напутственные слова пожелать. Я благодарю вас за такую возможность и желаю нашему народу в преддверии весеннего равноденствия, чтобы мы несли в себе вот это, как бы, гармонию женского и мужского начала. Потому что мы несущие вот это в этом новом тысячелетии, наша задача в этом мира, благополучия, процветания и благословения всем нашим кыргызским гражданам, нашим кыргызстанцам и большой-большой любви. На это наша программа подходит к концу, и я напомню, что у нас в гостях была Гульзат Майчинова, автор многих исследований, духовный практик, соискатель на позицию кандидата по политологии. В общем, человек, который всю жизнь учится и учит нас. И я надеюсь, что те озвучены ею проекты, имеющие не сколько страновой, сколько, наверное, ну, мировой, либо планетарный масштаб, они были осуществлены во благо нас, живущих в этом мире. И на этом наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что Гульзада с радостью к нам еще раз придет. Я думаю, тема требует продолжения. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Киргизия, расположенная в Теншане, в труднодоступной части Средней Азии, еще сто лет назад была отсталым, малоизученным краем. Но уже в те годы лучшие сыны России искали пути к сердцу ее гордого, доброго, талантливого народа. В канун 60-летия СССР благодарные граждане советского Киргизстана отдают честь одному из первооткрывателей Киргизии, русскому ученому-гуманисту Петру Петровичу Семенову-Теншанскому. Мечты многих поколений передовых мыслителей о братском единении народов воплотил в жизнь Великий Октябрь. 60 лет это песчинка в вечности, миг в жизни народа.